В эфире «Новости Карелии». С вами Татьяна Лапина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Хорошо? Да! Не мёрзли зимой? Нет! Глава Карелии побывал в школе посёлка Шуя, отремонтированная по федеральной президентской программе капремонта. Идея была сказать спасибо учителям, которые не просто работают в школе, которые школой живут. В Петрозаводске подвели итоги проекта «Народный учитель». Мы хотели показать, что у нас был здесь особый противник. Финны. В Национальном музее Республики новая выставка «Эхо свирской победы». Она посвящена 80-летию освобождения Карелии от финских и немецких захватчиков. Сегодня мэр Петрозаводска Инна Колыхматова выступила с первым ежегодным отчётом перед депутатами Петросовета. На сессии обсудили городские вопросы. Среди них – расселение аварийного жилья, содержание дорог, поддержка транспорта и благоустройство территорий. Дарья Изофатова продолжит. На очередной сессии депутаты Петросовета приняли решение по нескольким вопросам, которые влияют на жизнь карельской столицы. Ключевой – принятие ежегодного доклада мэра Петрозаводска Инны Колыхматовой. В нём руководитель города рассказала о результатах работы своей и городской администрации в целом. Подробно остановилась на темах волнующих горожан, таких как транспортная реформа, уборка дорог и контейнерных площадок, благоустройство и расселение аварийного жилья. В городе Петрозаводске очередь многодетных на предоставление земель для построения ИЖС – это более трёх тысяч. На сегодняшний день мы проводим работу и проводим кадастровую работу для того, чтобы передать из федеральной собственности в муниципальную собственность земли. И далее в этом году предстоит большая работа по предоставлению как раз земельных участков. Отметим, что в минувшем году была досрочно завершена программа расселения домов, признанных аварийными до 2017 года. На воселье отметили более 1700 горожан. И эта работа, по словам Инны Калахматовой, продолжается. По этой и другим темам депутаты задали вопросы и внесли конструктивные предложения. В целом работа мэра была признана удовлетворительной. Своё мнение относительно деятельности руководителя города также выразили представители правительства и законодательного собрания Карелии. Итоги работы могут оценить горожане, жители города Петрозаводска и гости нашей столицы. Это, безусловно, и отремонтированные дороги, и новое строительство, и ремонты школ, и ремонты скверов. Ну, очень много чего сделано на самом деле. Оценку деятельности администрации дал и заместитель главы республики по внутренней политике Игорь Корсаков. Он отметил особую открытость городской власти. Мне импонирует возможность и сегодняшнее стремление руководства администрации выехать в любой район города, разговаривать с жителями, чувствовать этот накал и, может быть, вполне обоснованные предложения и замечания. И не бояться идти в население. Все они работают, и все мы работаем ради жителей и для них. Другой важной темой для обсуждения стали изменения в бюджет Петрозаводска. Депутаты Петросовета утвердили поступление дополнительных 100 миллионов рублей на уборку улиц и тротуаров и еще 2,5 миллионов на восстановление ливневой канализации. Субсидия направлена из бюджета республики. Отдельно были рассмотрены поправки к основному финансовому документу от «Единой России». Они также позволят выделить дополнительные 6 миллионов 700 тысяч рублей на оплату проездных билетов для населения. 4 миллиона – на поддержку транспортной реформы и еще 3,5 миллиона – на расселение аварийного жилья. Напомним, что принятый бюджет столицы Карелии является социально ориентированным. Более 70% всех расходов направлены на образование, культуру, спорт и социальную поддержку. Дарья Изофатова, Александр Борисов, Служба новостей. Глава Карелии Артур Парфенчиков в рамках рабочей поездки в Прионежский район побывал в школе поселка Шуя. Она стала первой в стране, которая попала в федеральную президентскую программу капитального ремонта. Обновленное здание начало работу в ноябре прошлого года, а летом здесь будет обустроена прилегающая территория. Как оценивают отремонтированные учреждения дети и какие планы по развитию ждут школы впереди, расскажет Наталья Ильина. Артур Парфенчиков высоко оценил ремонт и оснащение шульской школы. Здесь фактически поменяли все – от коммуникаций до кровли. Теперь это совершенно новое учебное пространство с современными кабинетами и спортзалом, зонами отдыха и просторной столовой. При этом глава Карелии отметил, что все же главными контролерами остаются дети. Все хорошо? Да. Не мерзли зимой? Нет. Очень много новой техники в классах, очень много новой мебели. Тут как будто стало просторнее. Почему? Больше места. Мне очень нравится кабинет информатики, наши кабинеты. Все так красиво стало. На достигнутом здесь останавливаться не планируют. Учреждение собирается участвовать в федеральном проекте, который позволит получить средства на реконструкцию уличного стадиона и хоккейной коробки. То есть у нас есть хоккейная коробка, хотим ее довести до ума, чтобы дети использовали в зимнее время года ее как для зимних видов спорта. В летнее время года, допустим, это будет баскетбол. Также у нас спортивный стадион, хотели бы видеть там беговые дорожки. Также летом здесь планируют благоустроить прилегающую территорию. Сейчас разрабатывается проектно-смертная документация на спортивное плоскостное сражение, уличное. Ну и, конечно, цветы, деревья, ландшафт. Все это будет сделано. Это важно. Обновили здание школы по федеральной программе капремонтов. По всей стране она стартовала именно с шульской школы. Всего по инициативе президента тысячи школ в нашей стране обрели их вторую жизнь. Наталья Ильина, Максим Зверев, служба новостей, Прианишский район. Также во время рабочей поездки в Прианишский район Артур Парфенчиков встретился с жителями поселка Шуя. Вопросы местных жителей в основном касались водоснабжения, электроснабжения и медицинской помощи. Глава Карелии отметил, что поселок постоянно растет. Именно поэтому возникают вопросы по модернизацию и развитию инфраструктуры. Так, к концу года в Прианишском районе достроят новую канализационно-очистную станцию. Заменили три четверти протяженности этих труб. И сейчас, как вы можете отметить для себя, насколько сократилось число аварийных отключений. То есть самые аварийные участки мы заменили. Остался небольшой участок на подходе к ВОЗу. Но это мы планируем делать в рамках, когда будем делать реконструкцию. На вопрос о стабильности энергообеспечения поселка Артур Парфенчиков ответил, что строительство новой электроподстанции в поселке Половина уже в марте 2025 года разгрузит систему энергоснабжения Прионежского и Пряжинского районов. Также продолжается газификация Прионежья. И уже с 2025 года, по идее, электричество в этом районе Пряжинского части, в Челне, в Бесовец, у вас тут, все это должно все-таки отрегулироваться. Тем более, если у нас сегодня такое количество домов на газификацию. Были вопросы, касающиеся и медицинского обеспечения. В местной амбулатории нет помещения под стоматологический кабинет. Однако весной возобновится работа мобильной стоматологии. График уже составлен. Глава отметил, что Шуе нужна современная амбулатория. Ее строительство в планах на ближайшие пять лет. В Петрозаводске наградили педагогов-победителей проекта «Народный учитель». Их определяли сами ученики и выпускники их родители. На торжественной церемонии, которую прошла в 55-й школе, побывала и наша съемочная группа. Конкурс отличался от других тем, что его участникам не требовалось показывать уровень своего профессионализма. Главным критерием отбора победителей было признание со стороны учеников и выпускников. В трехдневном голосовании приняли участие порядка 84 тысяч жителей региона. Идея была сказать спасибо учителям, которые не просто работают в школе, которые школой живут, которые всю свою профессиональную, личную жизнь посвящают делу образования, служению образования. В каждом районе Карелии определяли по три победителя, а в Петрозаводске лауреатов объявляли в каждом образовательном округе. Наталья Артемьева, учитель русского языка и литературы Петрозаводской школы номер 10, заняла первое место в своем округе. Выпускники для меня – это мои друзья большие, поэтому, наверное, скорее всего, много голосов отдали выпускники и их родители, чему я очень рада безмерно. Ольга Луценко уже более 30 лет в педагогике. В Ломоносовской гимназии она преподает русский язык и литературу. Ольга поделилась, что во взаимоотношениях со своими учениками придерживается принципа «ценить, любить и уважать». А они отвечают ей взаимностью. Такой большой поддержки я, конечно же, не ожидала. Но когда начали присылать ребята, мои выпускники, слова поддержки, слова признания, что-то затеплилось в душе. Тем более коллеги тоже поддерживали, директор поддерживал. Аплодисменты из зала, плакаты и цветы ученики на церемонии поддерживали своих наставников. В конце награждения было объявлено об открытии муниципального конкурса «Педагог года», в рамках которого уже проходят открытые уроки и мастер-классы. Дарья Лопухина, Владимир Волотовский, Служба новостей. В суд направлено уголовное дело в отношении водителя школьного автобуса. Его обвиняют в сексуальном насилии над детьми. Следственный комитет утвердил обвинительное заключение в отношении 67-летнего мужчины, работавшего водителем в образовательном учреждении поселка Челна Пряжинского района. На сайте ведомства говорится, что начиная с 2021 года и на протяжении последующих двух лет мужчина под предлогом просмотров фильмов приглашал к себе в баню мальчиков 10-13 лет, где угощал спиртными напитками. А ребята у вас употребляли спиртное? В бане пиво пили. Часто? Часто. В дальнейшем, используя их беспомощное состояние в силу малолетнего возраста и алкогольное опьянение, злоумышленник неоднократно совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. При этом он снимал свои действия на видеокамеру. В настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут найти работу на ярмарке вакансии, а спортсмены-любители попробуют свои силы в гонке ГТО. Об этом и не только в нашей постоянной рубрике «Коротко». В рамках чемпионата «Обилимпикс» в Петрозаводске пройдет ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью. 26 марта в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Кирова, 25, вакансии предложат ведущие предприятия Республики, такие как «Карельский окатыш» и «Карельский филиал Россети». В Петрозаводске открыта регистрация для участия в гонке ГТО. Она пройдет на Кургане 28 апреля. Команды пробегут кросс с препятствиями. 23 марта городская поликлиника номер 3 Петрозаводска предлагает горожанам пройти диспансеризацию выходного дня. Ультразвуковая чистка зубов всем обратившимся, говорится в сообщении учреждения. Водитель фуры спас щенков на трассе в Кемском районе. Во время рейса он увидел в лесополосе трех исхудавших замерзающих щенков и не смог проехать мимо. Он довез их до Петрозаводска, где передал в руки зооволонтера. В связи с обеспокоенностью жителей Сегежи из-за образования трещины на трассе районные власти провели выездное совещание при участии Управления автомобильных дорог Карелии и общественника поселка Надвоец. При обследовании дороги, ее ремонтировали в прошлом году, комиссия проверила асфальтовое покрытие. На 26-м километре автодороги Кола 748 Сегежа было зафиксировано повреждение. Егор Буяло продолжит. Трещина на участке трассы Кола 748 Сегежа вызвала обеспокоенность среди жителей района. Дорогу не так давно ремонтировали. Общественный контролер Анна Осипова из Надвоец рассказывает, что устранить образовавшийся после зимы залом на дороге можно по гарантии. Это не повод для паники. Лично для меня это не серьезная проблема. Во-первых, насколько мне известно, дорога на гарантии – это все поправимо. И устраивать какую-то панику, ну, нецелесообразно, что ли. Разница колоссальная. Какая дорога сейчас и какая вот была 15-й год, ну, яма на яме, не разъехаться, ну, честно. Дорога действительно на гарантии, сообщает карельский управдор. Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства по всем элементам автодороги. Таким, например, как асфальтобетонное покрытие, обочины, откосы, водопропускные трубы и так далее. Специалистами нашего управления ежегодно разрабатываются и составляются графики гарантийных осмотров, в соответствии с которыми мы выявляем дефекты всех элементов дороги. Оформляются акты осмотров с указанием сроков устранения этих дефектов. Ситуация находится на контроле в том числе администрации Сегежского округа. Постоянно мы смотрим ситуацию, вот эта вот трещина, которая образовалась здесь. И, конечно же, к весне, вот сейчас весна пройдет, к лету мы проведем все необходимые работы с подрядчиками, которые делали эту дорогу. Поэтому никаких осложнений, ничего такого серьезного мы не видим в этом. Поэтому все будет сделано вовремя и я думаю, что люди будут удовлетворены. Полный осмотр этого участка дороги специалисты проведут в весенний период, после чего будет принято решение о сроках устранения повреждения. Егор Буяло, Алексей Локтев, служба новостей Сегежский район. Весна не только время пробуждения природы, но и споров с соседями по даче. Территориальные конфликты решает управление Росреестра по Республике Карелия. Когда вопрос не получается решить мирно, специалисты выезжают на место и проводят геодезические обмеры участков, чтобы сравнить их фактическое использование с тем, что оформлено документально. По результатам проверки нарушитель чужих границ может получить серьезный административный штраф, а также предписание на снос построек, который он поставил на земле соседа. И неважно, старый ли это сарай или забор за 500 тысяч рублей. Разумеется, управление занимается не только конфликтами дачников. Нарушения, связанные с нецелевым использованием земельных участков, либо длительным неиспользованием участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, фиксируются именно сотрудниками Карельского Росреестра. Бывают, обращаются по поводу нецелевого использования земельных участков. Это имеется в виду использование участка не в соответствии с тем видом разрешенной сфольной, которая установлена соответствующим правоустанавливающим документом. Например, участок предоставлен для индивидуально жилищного строительства, а по факту на участке, например, находится магазин и осуществляется коммерческая деятельность. Представитель управления также отметил, что с 2022 года установлен мораторий на проведение плановых контрольных мероприятий. Однако это не освобождает нарушителей от ответственности, так как проведение внеплановых проверок допускается по согласованию с прокуратурой. В Национальном музее Карелии новая выставка «Эхо свирской победы». Экспозиция посвящена освобождению Карелии от фашистских захватчиков. Об уникальных предметах, исторических находках и подробностях свирской наступательной операции организаторы рассказали школьникам Петрозаводской финно-угорской школы. Анна Ильчик продолжит. Выставку открыли в преддверии знакового юбилея. 80 лет назад, в июне 1944 года, прошла свирско-петрозаводская наступательная операция войсками Карельского фронта, Ладожской и Онежской военных флотилий, против финских войск в Южной Карелии. На стендах представлены предметы, фотографии и рисунки из фондов Национального музея Карелии и Ладейнопольского историко-краеведческого музея, а также Дома творчества, детей и юношества номер 2 Петрозаводска и частных коллекций. С экспозиции познакомили и старшеклассников. На экскурсии, которую для них провел научный сотрудник музея Жени Парфенов, они узнали о многих фактах из истории Карелии. Сколько героям лет приблизительно? Очень молодые. Им действительно по 18-20 лет. Это те самые добровольцы, которые с плотами как раз-таки и организовали ложную переправу. Это были те бойцы, которые в дальнейшем стали действительно героями Советского Союза за такой вот совершенный без преувеличения подвиг. Главная задача была освободить всю территорию СССР от захватчиков и выйти в Восточную Европу, освободить от фашизма. Тема очень актуальная, тема важная. Мы хотели показать, что у нас был здесь особый противник. Финны. Операция завершилась полной победой советских войск. Они продвинулись в западном и юго-западном направлениях до 270 километров, освободили города Медвежегорск, Петрозаводск, Аланец и большую часть Карелло-Финской ССР, тем самым создав предпосылки для выхода в Финляндии с Второй мировой войны. Я узнала на самом деле много чего нового, узнала более глубоко о истории Второй мировой войны. Я была, кстати, вообще удивлена, что в то достаточно трудное время находились художники, которые успевали запечатлеть моменты какие-то из того времени самих героев Отечественной войны. Советские солдаты и офицеры в Сфирско-Петрозаводской операции проявили настоящий героизм и мужество. Более 24 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, а 52 удостоены звания Героя Советского Союза. Выставка раскроет сложность подобной крупной операции, взаимодействия всех ее участников, особенности ландшафтных и природно-климатических факторов на Карельском фронте, а также расскажет о роли этой операции в изменении международных отношений. Анна Ильчик, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. Весной в Карелии просыпаются не только медведи, но и водопады. Красавец Пьюхенковский! Местный житель Павел Илатовский снял на видео и выложил в сеть, как в Петкеранском районе ото льда пробуждается водопад Пьюхенковский. Из-за бурного потока воды, способного ворошить камни, в народе его называют ворошилка. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. До новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok